Приветствую всех зрителей канала Blender 2.8. Погнали разбираться что тут да как. Продолжаем. Давайте в этом ролике разберемся как сделать шляпу цилиндр и рассмотрим также как сделать такую же шляпу именно в the brush. Ну такой две программы в одной. Погнали разбираться. Так закрываем баннер щелчок левой кнопкой мыши убираем куб на клавиатуре нажимаем n и выбираем если у кого есть или кому-то нужен именно screencast key чтобы видно было что нажимается. Закрываем все это дело заходим в add mesh находим цилиндр переходим в edit mode ждем колесиком приближаем колесико зажимаем все это дело подравниваем теперь заходим loop cut ставим вот сюда loop переключаемся вот здесь есть панелька внизу единичка и тянем именно сколько нам надо следом жмем s и немножко все это дело вот так вот уменьшаем ну и немножко поработать можно с нижней частью ее нужно вытянуть да вариант такой переключаемся делаем щелчок снимаем выделение с вершин переключаемся на полигоны нажимаем щелчок левой кнопкой мыши на полигон снизу жмем x жмем пейсы долой и вот теперь можно экстрадировать опять же добавить нужно loop cut вот сюда вот так вот можно его немного вниз зажав левую кнопку опустить на всякий случай пусть будет ну и теперь щелчок снимаем выделение так переключаемся теперь на полигоны нажимаем shift alt выделяем вот эту полосу полигонов и делаем так наверное сделаем вот он так вытягивается значит нужно добавить еще один лук снимаем выделение добавляем лук от и опять же вот так вот по ребру ведем и опускаем чуть-чуть вот так вот ниже снимаем select box снимаем выделение щелчок левой кнопкой мыши shift alt переключаемся на полигоны shift alt выделяем полигоны и вот теперь можно нажать наверное с вот таким образом и немножко наверное это дело все сплющить это трансформом чуть-чуть можно подкорректировать так смотрим ctrl z маловато надо наверно так вот поставить и нажать теперь с побольше делаем такие цилиндры вот так вот и теперь вот можно трансформом немножко все это дело с плюс мы сделать потоньше вот таким вот образом следом снимаем выделение выбираем ребра нажимаем shift alt выбираем по кругу вот эту вот эти вот ребра круговые теперь жмем е экстрадируем щелчок и жмем с уводим в бок все это уменьшилось также теперь можно нажать с и поднять к верху так control z переворачиваем теперь жмем опять же е чуть-чуть все это дело control z жмем е теперь жмем с и немножко это еще вот так вот можно увести жмем x пардону z переключаемся на варфрейм и теперь вот это все дело можно поднять используя g вот так немножко приподнимаем теперь жмем е поднимаем к верху вот таким вот образом и жмем f закрываем все это нишу нажимаем теперь z переходим на соли вот такая шляпа получилась снимаем выделение вроде все прикольно ну теперь давайте вот эту вот оформим выделяем shift так переключаемся опять же у кого не переключено на ребра выбираем shift нажимаем вот на эти ребра и теперь все это дело переносим вот так вот чуть повыше вот таким вот образом следом опять же можно добавить щелчок снимаем выделение лук кат и опять же добавляем лук вот сюда вот вот таким вот образом так снимаем выделение переключившись на select так select circle вот этот снимаем выделение и надо добавить вот сюда еще лупы давайте добавим включим лук кат один лук добавим вот сюда тонкий и один лук добавим вот сюда тоже потонше переключаемся на select circle теперь выбираем полигоны жмем shift alt выделяем вот эти полигоны и делаем клавиши s именно увеличиваем в размере нажимаем и немножко вот так вот приподнимаем следом нажимаем вот на этих shift alt и выделяем вот эти полигоны так вот так и вот так shift alt ctrl alt снимаем выделение shift alt ctrl alt и перевернем немножко вот так вот нашу модель и нажмем shift alt все теперь немножко это дело можно нажать г и немножко приподнять вот так снимаем выделение ну вот тут есть вариант теперь зайти скульптрис пардон скульпт мод переключиться на вытягивание кисть нажать F побольше посмотреть где идет симметрия вот тут нажмем ctrl z и немножко все это дело так вот приподнять вот таким вот образом это дело немножко можно потянуть вперед а это немножко прижать также можно поработать именно вот со шляпой чуть-чуть можно еще побольше и вот так вот зажать с одной стороны так вот получается прикольно опять же возвращаемся в edit mode повторяем вот это выделение для тренировки да и вообще нужно жмем shift alt выделяем и опять же чуть покрутим shift alt выделили следом заходим вот в эту функцию именно контекст жмем новый материал заходим вот в эту вкладку surface нажимаем на нее и выбираем именно так ну допустим пусть будет вот такой темный и переходим вот это сигма нажимаем на нее background это удаление написанного клавиша на клавиатуре и теперь пишем 0.400 и enter так что-то не хочет писать пишем 040400 вот так вот и теперь жмем если сиган так может даже поменяем наверно давайте поставим цвет другой что-то этот подойдет для шляпы наверно ну цвет выберем наверно вот так вот вот такой вот и чуть-чуть сделаем посветлее вот теперь и сиган применяем его и делаем еще один материал жмем новый жмем control и теперь то же самое проделываем вот с этими полигонами это опять же velvet bsdf и опять же цвет выбираем уже выберем темный вот так вот можно даже черный но чуть-чуть посветлее здесь опять же ставим 0.4 enter пардонки 040.400 не хочет ставится значит четверку просто и применяем вот к этой вот вот шляпе самой осиган теперь нажимаем z и находим rendered вот этот нажимаем на него переключаемся в object mode и вот тут такая получилась прикольная шляпа материал для вот этого кантика тряпки как она называется не знаю можно поменять допустим поставить синий теперь красный вот такой немножко подобрать такой где-то хорошо бы белый вот все белый пусть будет вот такой получился простой цилиндр ну давайте теперь разберемся как это дело сделать the brush вот теперь the brush 2019 и давайте давайте посмотрим как сделать цилиндр здесь можно делать так давайте откроем сначала цилиндр выберем его здесь вот в тулах вытянем поле f позволяет видеть сетку вот так вот его можно отключить жмем edit edit make polymesh и вот такой есть вариант выберем давайте кисть мофта положи перейдем на трансформ выберем активация симметрии y ось радиалы побольше и попробуем именно мофта положи это дело все уплотнить согнуть вот так вот вот таким вот образом цилиндр чуть-чуть подведем все это дело сделано теперь переключимся на клей билда драм сайт чуть-чуть уменьшим ну и добавим теперь с обтул и ap and и можно добавить опять же цилиндр переключаемся в с обтулах на цилиндр этот цилиндр который не нужен можно пока отключить чтоб не мешался заходим в геометрии находим сайс это дело все уплотняем вот так вот теперь можно включить видимость цилиндра и с помощью моф и гизма вот так все это дело опустить также в дров сайс можно пардон геометрии можно все это дело увеличить вот так вот и немножко еще сделать тоньше вот таким вот образом и давайте немножко вот это все дело подсогнем заходим в моф находим вот эту шестеренку находим band arc ну и попробуем немножко все это дело здесь поизменять так это не надо это не надо возьмем белую ты жмем симметрию x и попробуем сексом теперь вот так вот подсогнем вот такая шляпа получилось все прикольно теперь давайте включим и сделаем дубликат вот этого вот именно так с обтулы сделаем дубликат вот этого цилиндра в трансформе отключить активацию симметрии или переключиться на x радиал отключить и выключить пока сделаем дубликат вот так вот ok сделаем переключимся на цилиндр сделаем всему этому теперь геометрии дай нам с сделаем теперь с обтулах всему этому делу дубликат переключимся на вот эту вот нижнюю часть шляпы и сделаем ей тоже дай нам с геометрии делаем дай нам с вот так вот верхней с обтул опустим вниз ставим на него вычитание переключаемся на верхней и вот так сейчас пардон чуть-чуть вот эту часть нужно опустить вот так пониже теперь переключаемся на верхней с обтул делаем merge down окей и снимаем выделение вот такая вот и вот такое вычитание произошло теперь видимость второго с обтула включаем вот так вот все это здесь вырисовывается ну и опять же делаем вот этой части дубликат ставим ее на вычитание заходим в геометрии делаем ей сайс поменьше и включаем прозрачность чтобы видеть теперь все это дело немножко с помощью гизма вытягиваем так и немножко опускаем вниз вот таким вот образом немножко можно еще тут его расширить вот так вот крутим верхнем со всех сторон смотрим в принципе ничего так можно сверху еще посмотреть немножко тут подкорректировать стенки слишком тонкие не делайте чтобы потом модель не ломалась так ну чуть-чуть вот так уменьшим и немножко немножко по красненькой уменьшим вот так и последний все вот так вот уже пойдет отключаем прозрачный вид заходим в сабтулы переключаемся на верхний сабтул делаем merge down объединение и теперь control снимаем маску вот так вычитание прошло со второго цилиндра вот все классно все прикольно теперь можно переключиться на мог эластик или мог топологи прибавить дров сайс включить x симметрию и немножко вот так все это дело здесь допустим поджать или обрезать по прошлым роликом вы это наверное кто интересуется за брошу уже уже обрезание вы знаете и вот так все это дело немножко корректируем что-то вперед что-то назад и вот так теперь можно даже включить если вы сделали одну сторону вот так а вам нужно две стороны то можно сделать геометрии модифит аплоджи мира вот так вот так теперь еще тут подтягиваем вот таким вот интересным образом все цилиндр готов так control так нажимаем x и теперь нужно ремешок ремешок можно сделать двумя способами дров сайс можно уменьшить вот эту вот часть скрыть пока и сделать маскирование control и круг вот так вот делаете вот так все это дело маскируете и делаете control и вот таким вот образом или вот так вот так теперь всему этому можно сделать сделать move и вот так чуть-чуть это все дело прибавить это вот первый способ назначить control w уже полигруппу чтоб потом ремень можно вот этот было именно отбить вот эту вот лямку сделать используя кисть вот курс strap snap вот так вот вы ее ведете от модели shift левая кнопка мыши выравнивает начинаете вести нажимаете shift и вот так вот можно ее подгадать немножко кривовато контролл z так давайте теперь немножко все это дело вот так вот замаскируем вот так вот назначим control w полигруппу и зайдем в строк найдем курв функцию и нажмем frame mesh вот появилась вот эта вот курва вот теперь можно ее нажать вот так вот и теперь строк курв можно немножко ее отрегулировать жмем split маски points отделяем делаем всему этому дай нам мэш геометрии дай нам эс и все это дело можно чуть-чуть вот так вот выгладить или использовать деформацию и нажать polish polish by group вот так вот все вот так это дело можно еще использовать можно inflat чуть-чуть вот так так relax и шифтом можно все это дело аккуратненько вот так повыглаживать ну вот теперь можно все эти модельки объединить вот так или давайте покрасим сразу переключаемся на кисть стандарт переключаемся rgb зад отключаем вот вот это веревка будет полностью белая так шляпа переключаемся на шляпу жмем ее на черный цвет вот вот так вот все это дело красим alt левая кнопка мыши все это дело переводим ну и на нижней части тоже переключимся и то же самое покрасим ее вот такая получилась шляпа так переключимся на лямку и немножко ее приподнимем вот так чуть вверху можно даже чуть-чуть растянуть и опять же поменять ей цвет сделать его белый поменять материал допустим на белый вот так вот уменьшить интенсивность цвета белый цвет и немножко вот здесь вот так вот подрегулировать побольше это ctrl z интенсивность чуть-чуть еще поменьше и вот так вот немножко отбелить это все дело вот так вот вот таким вот образом так заходим в документы чуть-чуть фон сделаем светлей чтоб было видней и теперь жмем BPR делаем рендер вот такая шляпа получилась вот такой получился скриншот вот такой быстрый просто вариант даже не быстрый но просто и точно все всем пока до свидания до свидания до свидания до свидания сп activity шляп меня не не